Продолжаем изготовление нашего корабля, и это уже седьмая часть, в которой мы займемся изготовлением рулевого механизма. Но для начала, как всегда, теория, и в этот раз, слава богу, ее будет немного. Поворотливость судна является одним из важнейших мореходных качеств. Поворот судна осуществляется при помощи рулей. Давайте рассмотрим устройство простейшего рулевого механизма, который состоит из следующих частей. Под буквой А. Перо руля. Собственно, главный элемент – пластина, которая отклоняет поток воды и тем самым разворачивает корпус судна в нужную сторону. Б. Балер руля. Представляет собой ось, на которой закреплено и может поворачиваться перо руля. В. Румпель. Рычаг, к которому прикреплен балер руля, при помощи этого рычага можно поворачивать балер вместе с пером руля. Г. Гельмпортовая труба. Это труба, через которую проходит балер. По конструкции она схожа с дейдвудной трубой, но в случае с гельмпортовой трубой у нас есть возможность расположить верх трубы выше ватерлинии и вода не будет поступать в корпус судна, даже при отсутствии должной герметизации в трубе. В зависимости от класса и типа судна применяют различные типы рулей. Обыкновенные рули, площадь пера которых расположена в корму от оси вращения балера. Балансирные рули, площадь пера которых разделяется осью вращения на две неравные части, больше располагается в корму, меньше в нос. На поворот балансирных рулей требуется меньшее усилие, чем на поворот обыкновенных, так как часть потока воды своим давлением помогает развороту руля в нужную сторону. Полубалансирные рули отличаются от балансирных тем, что балансирная площадь пера руля идет не по всей высоте руля. Подвесные рули не имеют опоры на ахтерштевень. Опять новый термин. Ахтерштевень – это задняя оконечность корабля в виде жесткой балки или рамы сложной формы, на которой замыкаются вертикально киль, борт, обшивка и набор. Переднюю уже похожую часть корабля называют форштевень. Это продолжение киля вперед и вверх, он образует носовую водонепроницаемую оконечность корпуса. Эффективность пера руля практически не зависит от его формы, зато почти полностью зависит от площади руля. Для нахождения площади пера руля есть следующая несложная формула, где S – это площадь пера руля, L – длина судна, T – осадка судна и R – коэффициент. Все эти данные у нас есть, а коэффициент R для различных типов судов приведем в таблице 2. Давайте поставим наши значения в формулу и найдем необходимую площадь рулей. Из таблицы коэффициент R для военных кораблей возьмем 0,33. Длина L нашего судна 500 мм, давайте сразу считать в сантиметрах, поэтому поставлю 50. Ну и наша осадка T тогда получится 3 см. Все это перемножаем и получаем 4,95 см квадратных, давайте округлим до 5 см, то есть 5 см квадратных должна быть общая площадь всех наших рулей, да именно общая площадь всех рулей. В нашем случае как раз будет 2 руля и значит каждый руль должен быть по 2,5 см квадратных. Кстати по правилам судомодельных соревнований площадь рулей можно увеличивать в полтора раза от масштабной площади оригинала. Ну что же все необходимые данные у нас есть и можно приступить к изготовлению рулевого механизма. Я долго думал, старался как можно больше упростить конструкцию, используя самые простые доступные материалы. И у меня получился механизм, который практически полностью состоит из простых листовых деталей, которых мы уже переделали уйму в других видео. Поэтому технологию изготовления показывать уже не буду, так как все однотипно и монотонно и просто предоставлю чертежи. Первая деталь пластина, материал ПВХ пластик, в эту деталь вставляются гельмпортовые трубы. Отверстия в пластине находятся на расстоянии, равном расстоянию между центрами грибных винтов, в моем случае это 55 мм. Если у вас получится другой размер, то измените размер этой и других деталей на свой размер. Гельмпортовые трубы так же как и Дейдвудды сделаны из стержня от гелевой ручки. Длина у моих гельмпортовых труб 32 мм. В моем случае эта пластина выполняет 2 функции, первая она показывает где надо точно сверлить, а вторая она является неплохим кондуктором для сверла. Диаметр сверла 4-4,5 мм, в зависимости от диаметра стержня гелевой ручки. Места очень мало и мешает выступающая часть ниппеля, надо ее спилить. Баллер руля сделаем из той же 2 мм велосипедной спицы, нам понадобится часть с резьбой. Длина баллера 68 мм вместе с резьбой. Следующая деталь румпель, он накручивается на баллер и затягивается двумя гайками. Используем или М2 гайки или опять же отрезаем часть от ниппеля спицы. Для синхронизации работы рулей я соединю румпели тягой. И еще одну тягу протяну к качалке сервопривода. Гельмпортовые трубы я решил не гельметизировать, так как мы это делали с дейдвудными, но если все же будут протечки, то придется потратить еще 4 стержня на изготовление подшипников и герметизацию трубы. Перу руля тоже сделаю с доступного материала, жест от консервной банки. Судомоделисты здесь используют листовую латунь, она не ржавеет, но к сожалению не у всех она есть. И где ее сможет достать любой школьник, врядли какой моделист подскажет. Высоту пера руля я сделал равную диаметру винта, в моем случае это 25 мм. Таким образом весь поток воды от винта будет набрасываться на перу руля. По нашим расчетам каждое перо руля должно иметь площадь 2,5 см. Это как раз 2,5 см в высоту и 1 см в длину. Ну и так как мы пластину складываем пополам, длина пластины должна быть в 2 раза больше, плюс еще накинем 3 мм на огибание балера. Вклею ребра, чтобы надежно зафиксировать в вертикальном положении гельмпортовые трубы. Основание для крепления сервопривода решил сделать из доски от того же деревянного ящика. так как выходящий из сервопривода провод мешает, надо под него сделать прорезь. сервопривод тоже самый дешевый распространенный SG90, у кого таких еще нет, ссылка в описании. Смотрите. Чтобы так вкрутить винт М3 в качалку, рассверливаем второе отверстие от края сверлом 2.5 мм. Основание сервопривода приклеиваем к пятому шпангоуту. Теперь сервопривод можно откручивать и двигать по этому основанию. Ну и естественно тщательно заливаем все термоклеем, чтобы не было ни малейшей протечки. Осталось только выставить ровно наши рули и зафиксировать их. Тут два варианта или самый простой с помощью цинокрилатного клея или при помощи пайки. В программе у меня получился угол поворота рулей в районе 45 градусов. Но моряки обычно называют не поворот рулей, а перекладка рулей. Ну что ж наконец таки все основные судовые механизмы установлены и осталось установить только электронику радиоуправления, но этим уже займемся в следующих видео. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...